всем привет дорогие друзья это уже 12 д влог разработки моей игры life effect вот в этом видосе покажу новую механику которую нужно обязательно показать по сути в игре за это время с последнего моего записанного видео я сделал очень много чего интересного но стараюсь показа только ключевые моменты чтобы вы кто наблюдает за игрой понимали какие механики внедряются и так значит сделал сканер ресурсов и врагов такой сканер бы помогать визуально обнаруживать на территории врага на какой-то на каком-то определенном расстоянии довольно таком хорошем расстоянии все прекрасно видели и слышали о тепловизорах и других приборах которые также можно будет в ночное время и плохое плохие погодные условия выявлять врага но данный сканер больше всего будет помогать поиски ресурсов ну и конечно же так дополнительно еще показывать врага подсвечивая его визуально сделал значит три гранаты инопланетных красный цвет это чисто ищет врага сканер если в зону импульса попадает враг то он подсвечивается красным цветом если желтая граната то это получается подсветка только ресурсов ну и синий сделал чтобы и то и другое обнаруживалась до посвечивалась сделал прибор который будет находиться в слоте для пистолета у него будет встроенная батарея он будет перезаряжаться и мы сможем его можно сказать бесконечно использовать вот конечно он будет ломаться батарея будет тратиться нужно будет батарею менять вот но при этом прибор всегда будет с вами сможете носить его использовать в любой момент в дальнейшем планирую добавить в экипировку персонажа дополнительный модуль который будет установлен допустим ну здесь скажем так на плече на бронежилете вот и этот импульс также будет работать но модуль с этим импульсом вот заряда батареи и перезаряд и вот так же можно будет его бесконечно использовать это будет немного дорогостоящий прибор вот и за счет него у нас освобождается слот для пистолета или какого-нибудь или типа для ппшки какой-нибудь вот работает эта тема так берем гранату вешаем на пояс и используем кидаем ее и пошла волна эта волна проходит на довольно такое хорошее расстояние и если заметила врага она его подсвечиваем там вот его видно немного а вот еще ходит подсветка работает в течение 10-15 секунд вот если мы берем ресурсы она подсветит только ресурсы которые можно будет разрушить и получить с них предметы золотым цветом подсвечивается ну и конечно же какие сказал если кинуть синюю допустим то у нас и враги и ресурсы одновременно подсвечиваются это будет очень хорошо помогать его в плохих погодных условиях допустим дождь в сильный туман или в ночное время суток вот пока месь задумка вот такая если у тебя есть какие-то предложения по поводу такого импульса пиши в комментариях предлагай не стесняйся еще сделал две гранаты 1 кислотная отравляющая и гранаты мины кислотно отравляющая и зажигательная мина и турельку новую добавил которая работает чистоту управления персонажа то есть она не автоматическая а управляемая работает она вот так вот мы ее ставим выглядит она вот так вот кстати эта моделька турели устанавливается точнее покупается на крышу джипа военного то есть уже можно тюнинговать уже полным ходом идет улучшение этой механики ну и к примеру мы в нее подключаемся так нога включаем ее подключаемся и мы видим что персонаж стоит с пультом вот и мы можем стрелять враг добавил ей зум чтоб можно было более детально прицеливаться разброс у нее довольно мощная турель такого невысокого уровня ее можно крафтить по запчастям эти запчасти можно будет выбивать сразу с вражеских таких же турелей вот ну и как раз у нее встроена сейчас покажу расстояние но в таком расстоянии можно в нее переключаться и у нее встроенная взрывчатка нажимаем я и взрываем урон также наносится при взрыве дальше мина тут как раз еще есть враг кладем мину сейчас нужно его заманить смотрим как взрывает вот у меня увидел бежит за мной вот наша мина сейчас он на нее наступит можно сразу следом еще одну положить в общем мина взрывается воспламеняется и оставляет на земле огонь который наносит урон вторая мина кислотная отравляющая то есть она оставляет облако газа я на тут вот то есть получилось оставляет облако мы его видим зеленые тут такие вот эффекты ну и также как и огонь отнимает здоровье таким образом это вся тема работы теперь прибор берем прибор выглядит он вот так вот с экранчиком наводим его в ту сторону он направленный импульс дает не круговой как гранаты направляем в нужную сторону и выпускаем импульс он перезаряжается все пошло сканирование подсветились враги ресурсы увидели подбежали зафармили или убили если тебе нравится мои задумки и поленись поставить лайк с и подписаться на канал будем раскручивать плейлист не только до влоги выкладываю но еще тут и записываю как допустим создать то-то или иное ботов аишек какие-то другие фишки пример вот пещера и мы не видим кто в ней лазит да ну как бы снаружи видно а вот внутри пещеры нет берем бросаем гранату эту импульсную мах и проверяем где кто есть включено ручное управление и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... квесты, ну если мы вот так вот загоняем машину поближе к терминалу, то в нашем списке терминала появляются предметы, которые мы можем купить именно для этой машины. Если, допустим, мы загоним электрокар, то, естественно, терминал отобразит те предметы, которые я сделаю именно для электрокара. У этой машины будут такие предметы. Ну, к примеру, давай вот смотри, чтобы тебе было видно, вот крыша, я открываю терминал, вот, и покупаем предмет. Выглядит описание предметов вот так вот. Покупаем за деньги. Ну, здесь пока данные нет, я еще не подключил. Ну, вот, и помимо пушек машину можно еще будет апгрейдить в плане брони, тарана, дополнительных каких-то других модулей, других там, может, ракет каких-нибудь там установочных, сам я не знаю, что они придумал, локаторов, всяких сканеров, что-нибудь да придумаю. И эти модули будут повышать здоровье самому джипу. Таким образом будет, ну, как я думаю, полегче прорываться через орды монстров где-нибудь на территориях, вот, ехать ездить, расстреливать их, так сказать, защитить персонажа от смерти. Ну, нажимаем кнопку Е, у нас турелька сейчас не активна, ее нужно будет заряжать. Нажимаем букву Е, у нас включается турель, работает она по яв оси и питч, наклон вверх-вниз. Вот, и есть зум у турельки и лазер, по которому мы можем стрелять. Я прицел не делал, чтобы экшена больше было, и ты примерно вот так вот должен будешь целиться и расстреливать. В движении можно стрелять так, чтобы все удобно сделано. В движении можно стрелять так, чтобы все удобно сделано. Неаккуратно, допустим, наклони пушку вниз, или как-то, чтобы зацепить корпус машины, естественно, нанесется урон по машине. Поэтому нужно будет стрелять аккуратно, если машину повредили, естественно, она загорится и после взорвется. Ну, в общем, вот такие нововведения. Если у тебя есть какие-то предложения, пиши, не стесняйся, в комментарии или заходи в Дискорд. Это был 12-й Девлог по разработке игр. Ну, а если тебе нравится все, что я делаю, как это выглядит, обязательно поставь лайк, подпишись на канал. Мы все тебе будем благодарны. И хочу заранее сказать всем людям, которые подписываются, спасибо вам огромное за помощь в развитии этого плейлиста. Всем желаю хорошего настроения. Если вы разработчики, то процветания вашего проекта и развития игры. Давайте на связи. Спасибо.